Милиционер идет по шпалам, видит пьяный мужик на рельсах сидит, подошел и спрашивает, что ты здесь сидишь? Рельсы хочу разбирать. Ты что, пьяный? А ну дыхни. Мужик дыхнул на милиционера. Тот понюхал, постоял и говорит, откуда начнем разбирать? Пьяница утром поднося рюмку ко рту. Душа, принимаешь? А измученная душа? Нет. Тот удивляется, душа. Принимаешь? Нет. Последний раз спрашиваю, принимаешь? Нет. Ну, посторонись, а то оболью. Новый раздел книги, который называется «Политические анекдоты». Чукчу спрашивают, хорошая ли советская власть? Тот отвечает, советская власть хорошая, только очень длинная. «И последний вопрос», — говорит Брежнев утомленному залу. «Мы тут посовещались и решили, что пора отправить товарища Сусова на заслуженный отдых по причине состояния здоровья. У него, товарищи, обострение старческого маразма». «А как это выяснилось?» — прозвучал робкий голос. «Очень просто. Я недавно встретил его в коридоре и говорю, здравствуйте, товарищ Суслов». «Здравствуйте, Леонид Ильич», — ответил он мне. «Только я не Суслов, а Косыгин». На том свете встречаются Сталин, Брежнев и Горбачев. Идут по дороге и видят распятого Христа. Решили они узнать о него, кому и в чем в жизни повезло. «Первым подошел Сталин. Скажи, дорогой, в чем мне повезло?» «Тебе повезло в том, что ты с помощью народа войну выиграл», — ответил Христос. «А мне в чем повезло?» — спросил Брежнев. «Ты сам пил и другим давал», — отвечает Христос. «А мне?» — спрашивает Горбачев. «А тебе дернулся Христос. Повезло, что у меня руки прибиты». Армянское радио спрашивают, что такое Верховный Совет СССР. Отвечаем, Верховный Совет СССР — это коллективный орган советской власти, состоящий из людей ни на что не способных и способных на все. «Леня, я приказал открыть границу», — говорит Косыгин Брежнев. «Ты что, с ума сошел? Все удерут. Вдвоем останемся». «А кто второй?» «Ленин обращается к Дзержинскому. Скажите, Феликс Эдмундович, голубчик, у вас волосы на ногах растут?» «Зачем вам это, Владимир Ильич? Ну, скажите, растут или нет?» «Да зачем же вам?» «Вы мне ответьте, пожалуйста, растут или нет?» «Ну, растут, так и запишем. Дзержинскому валенок на зиму не выдавать». Анекдот 1975 года. Армянское радио спрашивает, что будет с Советским Союзом в 1984 году. Радио ответило, что будет с Союзом, мы не знаем, но на китайско-финской границе все будет спокойно. Рабинович заявляет перед боем, «Если погибну, считайте меня коммунистом, а если нет, так нет». В Эстонии. «Та, мы маленький народ, мы не против, когда русские дети поют, мы едем, едем, едем в далекие края. Это очень хорошие слова. Но почему дальше они поют? Тра-та-та, тра-та-та!» «Вечные проблемы России. Внизу власть тьмы, наверху тьма власти». В памяти Черненко К.У. Однажды Чукча захотел стать генеральным секретарем ЦК КПСС. И стал. Брежнев выступает по радио. «Вчера Политбюро принял решение именовать меня императором, но я ответственно заявляю, что этим они ставят меня в неловкое положение, ведь я не знаю, как нужно меня называть. Леонид Первый или Ильич Второй?» Рокфеллер звонит Брежневу. «Здравствуйте, Леонид Ильич». «Кто это?» «Это я, Рокфеллер». «А-а-а!» «Не узнал!» «Богатым будете!» «Робинович, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы?» «Залез бы на дерево. Почему?» «Затопчут!» Никита Сергеевич посетил свиноферму. В газете придумывает подпись под фотографией об этом посещении. Предлагаются варианты. Может, товарищ Хрущев среди свиней не пойдет. Тогда свиньи вокруг товарища Хрущева тоже не годится. Когда вышла газета со снимком, под ним была надпись. Третий справа, товарищ Хрущев. Надоели Леониду Ильичу пятиконечные звезды, и попросил он вручить ему шестиконечную. Ему говорят, неудобно, Леонид Ильич, все-таки звезда Давида. Ну и что была Давида? Будет Леонида. Поехал Робинович туристам в Европу. Посылает другу телеграммы «Привет из свободной Румынии, Робинович!» «Привет из свободной Болгарии, Робинович!» «Привет из свободной Венгрии, Робинович!» «Привет из Австрии, свободный Робинович!» Большой плакат в Варшаве «Месяц польско-советской дружбы». А на плакате приписка от руки «Согласен, но не одного дня больше!» Чего больше всего боится Брежнев? Что китайцы научатся воевать как евреи, а евреи размножатся как китайцы. Плакат в Авире «Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких на Дальнем». «Робинович, почему вы не подаете на выезд? Видите ли, мне уже под восемьдесят сколько мне осталось от силы лет пять. А здесь, если я останусь, мне могут дать еще десять лет. Кто такие Белоусова и Протопопов? Конька-беженцы!» После того, как солист Ленинградского театра оперы и балета Михаил Барышников стал невозвращенцем, в буфете театра появились конфеты «Мишка на западе». Ну, для тех, кто давно не был в Союзе, в Союзе была конфета шоколадная в обертке, на которой был изображен «Мишка», и было написано «Мишка на севере». Далее по тексту. «У нас в лагере был немой, у которого в приговоре было сказано, оскорбительно скрижетал зубами». Какой инструктаж проходят артисты балета и оркестра перед заграничными гастролями? Шаг направо-налево считается побег. Гобой открывает огонь без предупреждения. Радиокомментатор на похоронах Андропова. «Все полюбюро в полном составе идет к могиле». «Доктор, у меня что-то с памятью, то есть все, что было до революции, я помню, а что после? Нет, это не склероз, доктор. Нет. А что же это? Это ваше счастье». После переименования Сталинграда в Волгоград с того света пришла телеграмма «Согласен, Иосиф Волгин». «Вы член партии, нет, я ее мозг». Рабинович вышел на октябрьскую демонстрацию с плакатом «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». «Порторок подбегает к нему. Вы что, издеваетесь? Вы же старик. Когда вы были ребенком, товарищ Сталин еще не родился. Вот за это ему и спасибо». После двадцатого съезда Хрущев задумал убрать Сталина из Мавзолея и стал предлагать его разным странам. Никто не пожелал взять, только Израиль согласился. «Вам-то и не дадим», — сказал Хрущев, «а то еще воскрешнет». После того, что правительство сделало с народом, оно обязано на нем жениться. Правительственное сообщение. К 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру или дом, но не к 12.00, как сообщалось ранее, а к 18.30. Правительство приносит свои извинения. Кто строил Беломорско-Балтийский канал? С правого берега те, кто рассказывал анекдоты, с левого берега те, кто слушал. После встречи Брежнева с канцлером ФРГ Брантом. «Ох и здорово, Леонид Ильич, вы отшили этого канцлера!» Он вам, «а как насчет ракет средней дальности?» «А вы ему, а каких ракет?» «Ох и здорово, вы умыли этого канцлера!» «Какого канцлера?» Можно ли приватизировать Конституцию? Можно, если каждому депутату дать по статье. Горбачев написал новую книгу «Устав от партии». Брежневу дарят футбольный мяч, и он говорит «Спасибо за орден, но уж очень он на Хрущева похож». Почему советские войска так долго находятся в Чехословакии? Они до сих пор ищут того, кто позвал их на помощь. Что общего между нашей жизнью и курятником? Каждый стремится сесть повыше, клюнуть ближнего и насрать на нижнего. На том свете встретились Брежнев с Андроповым. Выпьем, Юра. Нет, Леня, подождем третьего. Колхозник познакомился в поезде с писателем и говорит ему «Вам-то хорошо». В литературе Никита Сергеевич хоть понимает. Советский писатель, член правления Союза писателей, лауреат всех премий, владелец шикарной квартиры, дачи и машины, поймал золотую рыбку. Та взмолилась «Отпусти, откуплю с чем только пожелаешь». Он пожелал, чтобы выслали Солженицына. Дома ему жена говорит «Дурачина ты, простофиля, попросил бы лучше таланту». Карпов дешквалифицирован в матче с Корчным. У него обнаружили допинг. В правом кармане «Малую землю», в левом «Возрождение». Обе книги приписывались перу Леонида Ильича Брежнева в свое время. Далее по тексту. С заседания Политбюро выступает Брежнев. Товарищи, у членов Политбюро развивается склероз. Вчера мы хоронили товарища... Кстати, где он? Когда заиграла музыка, один я догадался пригласить вдову на танец. А рабочего Сидорова вызвали в портком завода. Товарищ Сидоров, это правда, что вчера в пьяном виде вы ругали советскую власть? Я? Да нах, она мне ждалась. За что был снят Подгорный? За комплимент Брежневу в день его рождения, Леонид Ильич? Вы в свои семьдесят выглядите лучше, чем советская власть шестьдесят. Дзержинский, утомившись после бессонной ночи в ЧК, прикорнул, сидя на стуле. К нему тихонечко подкрался Ленин и хлоп по кумполу. Тот штрепенулся. Хэгна! Повестка, провеха геволюционной бдительности. Классная руководительница спрашивает Вовочку, почему он пришел в школу в мятых штанишках. Вчера вечером мы включили телевизор и услышали «Дело Ленина живет». Тогда мы выключили телевизор и включили радио, снова услышали «Дело Ленина живет». После этого мы уже боялись утюг включать. На пионерском сборе выступает с воспоминаниями участник первого ленинского субботника. Вывели нас, Федя, из цеха и повели на субботник. Подошел к нам маленький в кепке с бородкой картавы и говорит «Бегитесь за бгивно, товарищи!» Жел бы, Горогим, ты нах! Федя с тех пор я не видел, а сам лишь месяц как вышел. На вопрос армянскому радио, может ли простой советский человек купить автомашину, уже второй день нет ответа. Все еще смеются. Брежнев только взялся за бревно, как вдруг с того света нагрянул Ленин. «Здравствуйте, товарищи! Что тут у вас происходит?» «Здравствуйте, Владимир Ильич!» — говорит Брежнев. «Это у нас коммунистический субботник». «Как? До сих пок в стгане газгуха?» Умирает Суслов. Все близкознавшие его собрались на поминки. Врач, который лечил Суслова, сидит в углу. На него подозрительно смотрит Леонид Ильич. Пауза затягивается. Врач не выдержал, встал и говорит «Надо помнить, наш враг — склероз». «Нет, — говорит Леонид Ильич, — наш главный враг. Наша расхлябанность. Мы уже сидим полчаса, а Суслова все нет». «Одного еврея вызвали в КГБ. Нам стало известно, что вы изучаете еврит. Вы что, собираетесь в Израиль?» «Вовсе нет. Я прочитал в Священном Писании, что в раю говорят на еврите. А почему вы считаете, что попадете в рай, а не в ад? А русский для ада я уже выучил». Рабиновича послали в загранкомандировку в кап-страну. В капиталистическую страну. Оттуда он прислал телеграмму «Я выбрал свободу». Созвали партсобрания, чтобы заклеймить Рабиновича и сделать оргвыводы. Вдруг в средине собрания входит Рабинович. Немая сцена. «Мне было интересно, как вы поймете мою телеграмму», — говорит Рабинович. Хрущеву представили на утверждение список кандидатов на пост главного раввина Московской синагоги. «Вы что, с ума сошли?» — заорал Никита Сергеевич. «У вас же здесь одни евреи!» Рабинович, отчаявшись уехать в Израиль, послал телеграмму «Москва, Кремль, Ленину». «Помогите бедному еврею». «Через день его вызывают, куда надо». «Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?» — строго спрашивает его. «Вот всегда так. Когда вам надо, так он вечно живой. А как мне надо, так он давно умер». Создают новый колхоз, идет общее собрание. Обсуждается вопрос, как назвать колхоз. Поступили всякие предложения, и заря коммунизма, и радуга, и прогресс. Поднимается один старичок и предлагает. «Давайте назовем наш колхоз Никарагуа». «Давайте, а почему?» «Да там узнают, помогать будут». 1953 год. Иностранцы посещают Мавзолей. Это наш великий вождеучитель, гений всех времен и народов, товарищ Сталин. А кто этот рядом с ним? А это, это его орден Ленина. Грузинского артиста Геловани, всегда игравшего в кино Сталина, после двадцатого съезда спросили. «Что теперь делать будешь?» «Рвать на себе волосы. Хрущева играть буду». «Как будет по-японски продовольственная программа?» «Накоси, сука, сам». Еще раз. «Как будет по-японски продовольственная программа?» «Накоси-ка, сука, сам». По кладбищу ходит мальчик, стучит в могилы. «Вы реабилитированы, вы реабилитированы. Прошло сорок лет. По тому же кладбищу ходит старик, стучит в могилы. Ваши облигации погасились, ваши облигации погасились». Утром Брежнева в Кремле спрашивают. «Леонид Ильич, почему ты сегодня без орденовой медали?» Брежнев хватается за грудь и вскрикивает. «Боже мой! Я забыл их на пижаме!» На конгресс Коминтерна не приехал представитель Черной Африки. Из ЦК телеграфируют в Одессу. Срочно требуется негр. В тот же день ответ из Одессы. Рабинович выкрашен. Сохнет. Идет пресс-конференция Леонида Ильича Брежнева. «Как вы себя чувствуете, господин Брежнев?» Брежнев заглянул в бумажку. «Могу». В тюремную камеру вталкивают священника. «А тебя-то за что?» «Оплошал. Многие лета пятилетия провозглашал». В пустыне Сахара начали проводить эксперимент по строительству социализма. Тут же начались трудности с песком. Брежнев спустился с того света на землю, заходит в магазин и читает цену на пылесос. Надо же, девятьсот тысяч. И если даже это копеек, то все равно дорого. Во времена Горбачева умирает мужчина преклонных лет. Родня спрашивает у него последнее желание. «Водочки бы только по справке о смерти. Счастливые, — говорит умирающий». Перед репатриацией в Армению семья договаривается с остающимися на Западе друзьями, что пришлет семейную фотографию. Если все хорошо, то на снимке все будут стоять, а если плохо сидеть, вскоре друзья получают фотографию, на которой все лежат. Приходит как-то Леонид Ильич в политбюро и говорит «Предлагаю наградить товарища Брежнева пятой звездой героя посмертно». «Ну что вы, Леонид Ильич, вам еще жить да жить, да? Ну так я ее тогда просто пока поношу». Память о буденном народу вековечил в названии несуществующей картины буденной на коне у постели умирающего Горького. «Будет ли при коммунизме пятый пункт в паспорте? Нет, будет шестой. Был ли евреем при социализме?» В мавзолее милиционер говорит посетителям «Граждане, отдайте последний долг и не задерживайтесь. Ты слышишь, Хаим, он у нас все отнял, и мы же ему остались должны». «У меня с большевиками расхождение только по аграрному вопросу», говорит Рабинович. «Они хотят, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы они». «Что такое вор в законе?» «Это вор, которого посадили придумывать законы для государства». «Если правительство скажет «контакт», народ ответит «есть контакт». «А если правительство скажет «есть контакт», народ будет «есть контакт». «Вызывает Леонид Ильич своего личного врача». «Мне назначили завтра принимать французского посла». «Мне его принимать до еды или после?» «На похоронах Суслова Леонид Ильич вынимает из кармана бумажку и читает «Доровой Леонид Ильич». С ужасом думает «Неужели надел пиджак Суслова?» «Наверное, когда-нибудь одну из улиц Москвы назовут именем Хренникова». «Сталин, зачем?» «Уже есть такая улица не Глинка». Чукчи обратились в ЦК КПСС, чтобы их перестали называть Чукчами. Обидно. И ЦК КПСС издал постановление называть Чукчи просто народами Крайнего Севера. Первомайская демонстрация комментатор передает. «А вот идет делегация народов Крайнего Севера. Они несут транспаранты «Мир», «Труд», «Май», «Июнь», «Июль», «Август». «Нет, все-таки это Чукчи». Брежнев просыпается, смотрит в окно. «Здравствуй, солнышко!» «Здравствуй, товарищ генсекретарь!» Брежнев за обедом смотрит в окно. «Добрый день, солнышко!» «Добрый день, товарищ генералиссимус!» Брежнев ложится спать. «До свидания, солнышко!» «Заткнись, старый козел!» «Я уже на западе!» Горбачев звонит на тот швед Сталину и жалуется на происходящее в стране. Что делать с Арменией и Азербайджаном? Как прекратить войну? Как решить национальный вопрос? «Очень просто, дорогой!» «Надо объединить две республики в одну!» «Действительно просто, но после объединения опять начнутся споры о том, где делать столицу в Ереване или в Баку. Зачем Ереван? Зачем Баку?» «Столицей будет Магадан!» Брежнев связался по прямому проводу с Никсоном, чтобы рассказать ему свой сон. Над Белым домом развивается красный флаг. На завтра Никсон позвонил Брежневу и рассказал ему свой сон. Над Кремлем развивается красный флаг. «Так оно и есть», — ответил Брежнев, — «над Кремлем действительно развивается красный флаг». «Да, но на том красном флаге, который я видел во сне, было что-то написано по-китайски». «Приехал японец в СССР. Ему все показывают. Как вам наш автомобильный завод? Очень хорошо. А как вам наш машиностроительный завод? Очень хорошо. А транспорт? Очень хорошо. А общее впечатление какое? Ужасное!» Сидит Горбачев с удочкой у моря и возьми да попадись ему «Золотая рыбка! Отпусти меня, Миша! Любое желание исполню! Не хочу быть президентом, — нашелся генсек, — хочу царем! Ночью у Михаила Сергеевича с супругой и детьми в доме Ипачева будут чекисты. Граждане Романовы, вставайте! Пора в подвал фотографироваться!» «Поляк не решается вложить 300 злотых в Государственный банк. А если ваш банк обанкротится, — спрашивает он директора банка, — ваш вклад будет обеспечен всем достоянием польского государства. А если государство обанкротится? Наш гарант — весь социалистический лагерь во главе с Советским Союзом. А если Советский Союз обанкротится, и вам жалко для этого 300 злотых? Тост. Группа туристов осматривает завод глиняных свистулек в Болгарии. «Зачем вам миллион свистулек в год?» — спросили туристы. «За каждую свистульку нам Монголия дает по барану. А что вы делаете с миллионом баранов? За каждого барана нам ГДР дает по электромотору. А что вы делаете с электромоторами? За каждый мотор нам Чехословакия дает по трактору. А не много ли для вас миллион тракторов в год? За эти трактора нам СССР дает глину для свистулек. Так выпьем же за совет экономической взаимопомощи». Приезжает Брежнев к Никсону, сели на берегу реки и пьют. Брежнев спрашивает, слушай, а на какие деньги мы пьем? «Видишь мост через реку?» «Вижу, мы должны были построить этот мост за миллион, а построили за пятьсот тысяч долларов. Вот на эти деньги и пьем». Прилетает Никсон к Брежневу, сели на берегу реки и пьют. Никсон спрашивает, а на какие деньги мы пьем? «Видишь мост через реку?» «Нет, вот на эти деньги и пьем». На приеме у английской королевы собрались послы многих стран. Вдруг королева издает непристойный звук, наступила пауза. Тогда встает греческий посол и говорит, «Господа, извините, я сегодня ел соевые». Честь королевы восстановлена, совещание продолжается, и опять королева издает тот же звук. Тогда встает французский посол и говорит, «Господа, извините, я сегодня ел тертый сыр». Честь королевы восстановлена, совещание продолжается. И вдруг в третий раз королева издает тот же звук, тогда встает русский посол и выбегает из зала. Началась паника, возмущение недостойным поступком русского посла. Через три минуты русский посол возвращается в зал и говорит, «Господа, я связался с Москвой». Третий пук Москва берет на себя. В день выборов избиратель получил избирательный бюллетень, но вместо того, чтобы не глядя опустить его в избирательную урну, стал читать фамилию единственного кандидата. «Что вы делаете?» — спросил его наблюдатель в штатском. «Хочу узнать, за кого я голосую». «Да вы что, не знаете, что выборы тайные?» Студент сдает экзамен комиссии. Профессор спрашивает, в каком году умер Карл Маркс. Карл Маркс умер. Почтим его память вставанием. Комиссия встала. Профессор спрашивает, а в каком году умер Ленин. Ленин умер. Но дело его живет. Почтим гениального вождя пролетариата пятью минутами молчания. Комиссия почтила. Профессор шепте членам комиссии. «Давайте поставим ему тройку, а то составит петь интернационал. Мы же слов не знаем». Идет съезд народных депутатов. Один из депутатов все время показывает Горбачеву кулак. В ответ Горбачев крутит пальцем у виска. Депутат ему опять кулак показывает. Горбачев попросил разобраться. Подходят к депутату двое в штатском и спрашивают. «Вы зачем, Михаил Сергеевич, кулаки показываете? Да я ему все время показываю, бери страну в кулак». А он мне в ответ ума не хватает. После Октябрьского переворота Ленин сбирается на броневик и говорит. «Товарищи, революция, о которой так долго мечтали большевики, свекшилась. Теперь, товарищи, вы будете работать восемь часов в день и иметь два выходных в неделю». Дворцовая площадь потонула в криках «Ура!» «В дальнейшем вы, товарищи, будете работать семь часов в день и иметь три выходных в неделю. Ура!» «Видет время, и вы будете работать один час и иметь шесть выходных дней в неделю. «Ура!» Ленин говорит Дзержинскому. «Я же говорил, он, Феликс Федмундович, работать они не будут». «Приходит Горбачев к Ельцину, задумчивый, мрачный, что с тобой спрашивает Борис Николаевич? «Видишь ли, Борис, что-то я в последнее время не могу понять нашу политику. Только и всего садись, отдохни, чайку попьем, и я тебе все объясню». «Да нет, Борис, я не о том. Объяснить ее я и сам могу, я ее понять не могу». На конкурсе политических анекдотов первую премию получил следующий. В жаркий день сидят мужики за столиком в саду, на столе пива, таранка. Вдруг из окна раздается крик «Мужики!» По телевизору Горбачев разъясняет, на каком этапе сейчас находится перестройка. Все бросили пиво, рыбу и побежали в дом. На 26-м съезде КПСС говорят, состояние Брежнева тяжелое, требуется пересадка сердца. Кто может предложить свое? Лес рук. Прекрасно, но нужно только одно. Кто желает? Снова лес рук. В президиуме посовещались и говорят, сейчас мы выпустим голубя мира, на кого он сядет, сердце того и возьмем. Полетел голубь в зал, а отовсюду кыш, кыш. Американцы решили узнать, что такое перестройка. Заложили данные в компьютер. Компьютер выдает полное собрание сочинения Алексея Толстого, том, страница. Произведение «Золотой ключик». Открывают нужную страницу, читают. Солнце еще не взошло, а в стране дураков уже вовсю кипела работа. Встает как-то Леонид Ильич на политбюро и говорит, предлагаю почтить память товарища Черненко минутой молчания. Вы что, Леонид Ильич, вот же он сидит, живой. Живой-то живой, а память уже потерял. Израильтянин выступает в ООН. Когда иудейский царь пошел искупаться в реке Иордан, у него на берегу украли корону. Араб, при чем здесь мы? Арабов там вообще не было. Вот это я и хотел сказать. В бытность Михаила Сергеевича Горбачева президентом страны к нему приходят и докладывают. Михаил Сергеевич, есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начинать? Ну, конечно, с хорошей. Михаил Сергеевич, в Рязанской области нашлась Мария Александровна Ульянова, мать Ленина. Она оказывается еще жива. Ну и какая же плохая новость? Вы знаете, Михаил Сергеевич, она опять беременна. Кавказское застолье Тамада произносит тост. Я пью за здоровье Леонида Ильича, но не потому, что он генеральный секретарь ЦК КПСС, ибо он за это получает зарплату. И не потому, что он председатель Верховного Совета СССР, он и за это получает зарплату. И даже не потому, что он первый маршал обороны, он и за это получает зарплату. Я пью за то, что он первый понял, что при социализме на одну зарплату не проживешь. Рабинович, Вавире, хочу уехать в Израиль, пожалуйста. А в Америку можно? Езжайте. А в Италию? Да. А в Японию? Конечно. Послушайте, а какие льготы тем, кто останется? Рабинович, проходя вместе с ноябрьской демонстрацией перед трибунами, поднимает руку и кричит «Пламенный привет! Пламенный привет!» Рабинович, в каких-то пор вы их так любите? Тихо спрашивает, идущий рядом, Абрамович. Не могу же я кричать, чтобы вы сгорели. «Хеллоу! Это мистер Брежнев! Здравствуйте! Это Картер!» говорит. «Картер, как поживаете? Скоро ли коммунизм построите? Да что вы, мистер Картер? Разве ж с такими мудаками коммунизм построишь? Не понял. С кем не построишь коммунизм? С мудаками! Опять не расслышал. С му-да-ка-ми. По буквам. Мазуров, Устинов, Демичев, Андропов, Кириленко. Едут в купе четыре мужика, рассказывают политические анекдоты, вдруг один говорит никому из окружающих не обращаясь. «А ну-ка, майор, организуйте нам чайку!» Через некоторое время официант вносит в купе чай. Мужики удивились, легли спать. Просыпается утром этот мужик, смотрит, его соседей нет. Ходит официант убирать посуду. Мужик спрашивает, а где они? «Забрали. А почему меня оставили?» «Майору очень понравилась ваша шутка». Иван Сусанин пришел в думу, заходит в приемную. Секретарша его спрашивает, вы кто? «Я, Иван Сусанин». «Какой? Тот самый? Да, тот самый». Секретарша засуетилась. «Ой, какая честь для нас! Подождите, я сейчас всех соберу». «Да, да, да. Всех собирайте и пойдем». Леонид Ильич Брежнев проводит пресс-конференцию. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. «Ну что ж», — говорит ведущий, «вопросов больше нет». «Как?» — удивился Брежнев. «Постойте, нельзя же так. У меня есть еще два ответа». В винный магазин заходит невысокий мужичок в кепке с пустой бутылкой в руках и слегка картаве обращается к продавщице. «Мне, почтеннейшая, триста граммов». «Мы в разлив не продаем». «А мне не в разлив, а в Шушенское». «Умер Брежнев. На Политбюро обсуждается новая кандидатура на пост великого вождя всех народов. Предлагается кандидатура Андропова. Входит Андропов с автоматом. Руки вверх, а дно опустить. Единогласно». «У Маркса был заключен договор на издание «Капитала» с известной немецкой фирмой, но автор задерживал второй том. Издатель не выдержал и послал Марксу извещение. «Если господин Маркс, текст второго тома «Капитала» не будет представлен в оговоренный срок, я буду вынужден заказать рукопись другому автору». Раз в тысячи лет Бог спускается на землю и разрешает главам трех великих держав задать по одному вопросу. Так произошло и в нашем веке. Буш, Тетчер и Горбачев пришли задавать вопросы Богу. «Буш, скажите, Боже, через сколько лет в Америке наступит райская жизнь?» Бог ответил, «Через сорок лет». «Я не доживу», — сказал Буш и заплакал. «Тетчер, скажите, Боже, через сколько лет в Англии наступит рай?» «Через шестьдесят лет». «Я не доживу», — сказала Тетчер и тоже заплакала. «Горбачев, через сколько лет в Советском Союзе наступит райская жизнь?» «Я не доживу», — сказал Бог и заплакал. Далее раздел под названием «Короткие анекдоты». В Москве открылся первый дом терпимости. Вот уже вторую неделю в нем сидят и терпят 200 мужиков. Встречаются японские магнитофоны советские. Советский спрашивает, «Я слышал тебя, хозяин, новую кассету подарил?» «Дай пожевать». «Первое свидание. Робкий влюбленный...» «Робкий влюбленный, не робкой девицы, а до меня у вас были мальчики?» «Нет, не было. Были две девочки, но они у бабушки». «Можете ли вы вспомнить пять самых счастливых лет вашей жизни?» «Конечно, это когда я учился в третьем классе». «Пришла бабка на базар, видит мужик мясо продает, подходит к нему и спрашивает, «Почем мясо-то мелок, мужик, а у тебя валидол с собой?» «Послушай», — обращается муж к жене, «Почему соседи называют тебя идиоткой? А что тут удивляться, если бы ты был генералом, называли бы генеральшей?» «Мужик получил ордер на новую квартиру, пришел ее осматривать. С ним комендант здания. Мужик спрашивает, а квартира тихая, тихая, тихая. Тут до вас одного застрелили, никто не слышу». «Пришел старик к синему морю и забросил невод. Вот так и стоит, как дурак, без невода. Когда женщины говорят меньше всего в феврале, почему? А в нем всего двадцать восемь дней». Болт женился на Гайке. После первой брачной ночи спрашивает ее, «Ты что же мне, зараза, раньше не сказала, что у тебя резьба сорвана?» Два киллера в парадном ждут очередную жертву. Проходит час-второй, оба начинают нервничать, один говорит другому, «Слушай, не дай бог, если с ним что-нибудь случилось». Жена, задумчиво глядя в окно, говорит, «Снег идет». Муж не отрываясь от газеты, скажи, что меня нет дома. Чем отличается красная шапочка от бескозырки? Красная шапочка — загадочная женщина, а у бескозырки все на лбу написано. «Встретились двое. Я вчера такую красотку в постель уложил», — говорит один мечтатель, на второй уныло, «А мне не везет, одни старухи попадаются, и оба вируса гриппа полетели дальше». Да чего же несознательные бывают люди? Вот, например, Виктор, которого мы 18 лет назад взяли в спасательную команду на новую водную станцию, ведь если бы он не свалился в воду и не утонул, никто бы и по сей день не знал, что он не умеет плавать. Едет карлик в автобусе, народу битком, возле него стоит женщина, и вдруг как его придавит. «Эй, рыжая, не дави! Я не рыжая, я черная, мне снизу видней!» Дяденька осторожно, лестница с солидолом намазана. Молчи, сопляк, ляк, 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 ляк. «Знаешь, какая разница между чукчей и негром? Какая? Чукча холодного копчения, а негр горячего!» Как чукчу занять на целый день, написать на ленте бумаги с обеих сторон «Смотри на обороте»? Чукча купил жигули, приехал на них к себе в стойбище. Высыпал народ, любуется, один чукча протер фары, однако, какие большие глаза! Другой похлопал по крыше, однако, какая крепкая шкура! Третий подергал за выхлопную трубу, однако, самец! Чукча приходит в парикмахерскую. «Как будем стричься?» — спрашивает. «Нулевка», «полубокс», «канатка». «Однако, нулевка», «подстригся», «смотрит зеркало», «однако, плохо», «давай канатка». Подходит чукча к буровой установке и спрашивает, «что здесь делает?» — «бурят», — отвечает ему. «Чукча не дурак, чукча знает, как бурят делают». Полярная ночь, тундра, северное сияние, едут нарты, в упряжке двое чукчей, на нартах сидят собаки, стреляют из ружей, воют и лают, кто во что гораздо, один чукча другому. Это была твоя идея — собакам водки дать! Приезжает чукча с юга, его спрашивают, «Ну как там на юге?» — «Хорошо». А сигареты с фильтром курил? — «Курил», «Ну и как?» — «Фильтр — ничего». А дальше — как астра. Продолжение следует...